Поздний зимний вечер в квартире. В углу у окна стоит огромная пихта с гирляндами мигающих лампочек. Свисающий сверху разноцветный дождик переливается, едва покачиваясь. В спальню входит жена и, подмигивая мужу, показывает конверты. «Вот», — улыбается Марина, — «давай посмотрим, что дети заказали Деду Морозу. Надо уже покупать подарки, Денис». Толкает она мужа, что лежит на боку. «Спишь?» Муж поворачивается и, взбивая подушку, усаживается. Женщина аккуратно вскрывает один конверт, читает послание. «Ничего себе!» — удивляется она. «Представляешь, Олежка заказал вертолет с пультом управления. Надо глянуть, сколько он стоит. Думаю, недешево». «Так, что доченька заказала, посмотрим». Пока жена читает письмо дочери, Денис задумался, вспомнил свой новогодний подарок. Ему тогда тоже, как сыну Олегу, было семь лет. Тоже предвкушение Нового года, елки и подарков. Мальчик прибежал с улицы, весь в снегу, с раскраснившимся лицом. На кухне за столом, положив голову на руки, плачет мама. Отец достает с антресоли чемодан. «Пап, пап!» — кричит радостный Денис. «Вовке отец клюшку купил настоящую, представляешь?» «Пап, ну сделай мне тоже клюшку, а то ребята играют в хоккей, а я жду, пока кто-то устанет. Я тоже хочу!» Отец мельком глянул на сына и прошел в комнату. Мальчик бежит за ним, растерянно смотрит, как отец торопливо укладывает свои вещи в чемодан. «Пап, а ты что, уезжаешь?» — удивленно спрашивает мальчик, разглядывая, как отец набивает чемодан. «Далеко?» «Далеко и надолго!» — сухо ответил отец и вышел в прихожую. Быстро оделся, вынул из кармана ключи и положил на полку у зеркала. Оглянулся на растерянного сына. «Пока!» — кивнул отец и вышел. Денис вбежал в кухню и принялся дергать мать за рукав халата. «Мам, а мам!» — зовет мальчик. «Куда ушел папа?» Катерина подняла заплаканное лицо с красными глазами и вздохнула. Потом обняла сына. «Папа больше не вернется», — сообщила она, сдерживая слезы, закрыла глаза. Но они текут ручьем. Он ушел навсегда. У него теперь другая семья. «Есть хочешь, Денис? Там суп еще горячий». Мальчик не понимал, как может быть семья где-то там, если мама и он здесь. Он уверен, что папа вернется. Надо просто попросить Деда Мороза. Он выскочил на улицу и побрел к автобусной остановке. На днях он видел, как приехали сразу два Деда Мороза и пошли к новостройке. «Только бы успеть, и папа не уехал далеко», — думает мальчик, разглядывая украшенную витрину магазина. Вдруг он заметил выходящего из соседнего детского сада настоящего Деда Мороза. Тот нес огромный мешок подарков, а за ним бежала снегурочка. Денис бросился к нему навстречу. Подбежав вплотную, схватился за его рукав и запыхаясь начал. «Дед, я, мне...» «Тебе чего, Денис?» — спрашивает сказочный старик голосом соседа дяди Паши. «Подарок, небось, хочешь получить?» Подошла снегурочка и вопросительно глянула на мальчика. «Нет, Дедушка Мороз, мне не нужны никакие подарки», — отвечает мальчик, глядя в глаза старику. «Ни коньков, ни даже конфет не надо!» «Чего ж тебе нужно?» — спрашивает Мороз и переглядывается с внучкой. «Ну?» «Сделай так, чтобы папа вернулся домой», — отвечает Денис. «Мама плачет. Нам без него плохо. Верни его, Дедушка!» «Я... Я поговорю с твоим отцом», — мнется дед и вздыхает. «Только не знаю. Ты же волшебный, — кричит мальчик, — верни его нам с мамой!» Мороз снял варежку, похлопал мальчика по плечу и молча ушел. Отец не вернулся. Денис больше не верил в Деда Мороза и никогда его ни о чем не просил. Новый год они с мамой встретили вдвоем. Посмотрели телевизор, поели салат и пошли спать. А спустя шесть лет, в такой же предпраздничный зимний день, мама привела Ивана Васильевича, мужчина средних лет с небольшой залысиной и широкой открытой улыбкой. Они долго перешептывались, раздеваясь в прихожей. Наконец, мужчина, поправляя волосы, а мать, откашливаясь, вошли в кухню. Денис внимательно и удивленно глянул на гостя. С того дня, что ушел отец, в их квартире не было посторонних. «Денис, познакомься», – начала мать, заметно волнуясь. «Это Иван Васильевич, он будет жить с нами. Мы сегодня расписались, сынок». Денис открыл рот и уставился на мужчину. «Погоди, Катюш», – обратился он к матери и легонько оттолкнул ее от себя. «Ты иди, я сам поговорю. По-мужски. Он парень взрослый». Мать вышла, закрыв за собой двери. Иван сел на стул напротив Дениса и внимательно посмотрел ему в глаза. «Понимаешь, Денис», – говорит он, – «я люблю твою маму и хочу, чтобы она была счастлива». «А я?» – обрывает его Денис и вызывающе смотрит на него. «Ты?» – мужчина выдохнул и положил руку на плечо подростка. «Ты сам решай, хочешь быть счастливым или нет. Ты же уже взрослый». «Как это?» – не понял мальчик. «Знаешь, парень», – начал Иван, – «человек счастлив ровно настолько, насколько он этого сам себе позволяет. Хочешь быть счастливым? Будь. Только отпусти из себя все обиды на отца, всю злость». Мужчина хитро улыбнулся и наклонил голову. «Они тебе не нужны, если ты действительно хочешь стать счастливым. Отца я тебе, конечно, заменить не смогу, но сыном ты мне стать сможешь. Это точно». Спустя два дня за праздничным столом они втроем кричали, поднимали бокалы и поздравляли друг друга, а на следующий день отправились в театр. Иван позаботился и обзавелся билетами заранее. Когда они протискивались сквозь толпу желающих попасть на спектакль, умоляющих продать билетик, Денис гордо шел, поглядывая на Ивана. Тот вел их, держа под руки с одной стороны жену, а с другой сына. В буфете они с матерью разместились за столиком, наблюдая за шумными посетителями. Иван принес мороженое в металлических вазочках, посыпанное орешками и политое вареньем. Денис заметил, как мать и Иван улыбаются друг другу. Им хорошо. Зачерпнув ложечкой мороженое, Иван отправил его в рот и весело подмигнул Денису. Мальчик не смог сдержать ответной улыбки. Прозвенел звонок, потом второй. Зрители расселись, погас свет. Денис так и не вспомнил потом название той пьесы, но запомнил, как родители держали друг друга за руки. Их переживания, волнение. Иван поймал взгляд мальчика на себе и обнял его за плечи, прижимая к себе. Денис почувствовал, что они семья, настоящая семья. На душе стало хорошо и легко. Через год родилась сестра Настя. Это событие еще больше всех сблизило. — Денис! — кричит жена, толкая его в плечо. — Ну, что думаешь? Вера девочка уже взрослая, ей одиннадцать лет. Может, купим ей хороший телефон? — Завтра решу, — ответил муж и повернулся на бок. — Спи, Марин, я сам разберусь, кому и что дарить. Утром супруги завтракают. Семилетний заспанный сын Олег садится за стол, морщится и небрежно отодвигает тарелку. — Ма! — требует он. — Дай мне шоколадные хлопья. Эти не хочу. Марина соскакивает и насыпает сыну в другую тарелку. Вошла дочь. — Всем привет! — подняла она руку и села рядом с братом. — Что на завтрак? — Не, я не буду. — Дети! — громко начал отец, разглядывая семейство. — Насчет новогодних подарков. Все оживились и внимательно смотрят на отца. — Олег, Вера, а что бы вы попросили у Деда Мороза? Он сделал паузу и обернулся на жену. — Если бы узнали, что мы с мамой разводимся. Вера криво улыбнулась. Жена удивленно смотрит на мужа и хлопает глазами. — Ура! — заорал Олег. — Ура! Ему прилетел подзатыльник от сестры. — Ты чему рад? — сердито спрашивает Вера. — Глупенький. — Сама глупая! — дразнит брат, показывая ей язык. — Подарков будет в два раза больше. Один от папы, другой от мамы. Я умный. — Нет, — возражает отец. — Это только хорошие мальчики получают подарки. А ты, жадный эгоист, ты остаешься без подарка. Денису грустно, что его дети такие эгоисты. Он встал и вышел под общее молчаливое удивление. — Мам, а вы что, правда разводитесь? — спрашивает Вера. — Уже не знаю. — Мнется мать и выходит вслед за мужем. Через день Олег заглядывает в спальню к отцу и осторожно входит. Сел рядом на кровать. Денис читает книгу. — Пап, знаешь, — мнется он. — Ну их, эти подарки. Вы только не разводитесь с мамой. Нам так хорошо всем вместе. Ладно. Отец строго глянул на сына, что сморщил нос и собрался заплакать. И улыбнулся. — Иди спать, — командует он. — Там посмотрим. На утро, после новогодней ночи, под елкой оказались все подарки и детям, и жене, и Денису. Субтитры создавал DimaTorzok